Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. Смотрите сегодня. Нет договора, нет ларька. В нашем городе начали демонтировать незаконно установленные павильоны. В Сургуте прошел конкурс кинологов регионального ОМВД. Победители отправятся на российские соревнования. И 28 испытаний на 7 километрах. Самые смелые и выносливые люди Югры проверили себя на территории сильных. В день по ларьку в Сургуте пойдут под снос более 40 павильонов, которые незаконно установлены на территории города. Здесь и овощные ларьки, и шиномонтажки, и остановочные комплексы. В зависимости от площади такого павильона цена вопроса может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей. Все средства, затраченные властями на снос хозяева нелегальных построек, будут потом возмещать в городской казне. Также администрация выделила специальную охраняемую площадку для всех демонтированных строений. Посмотрим, как это все пойдет. Я думаю, что будет все идти. Как минимум один павильон в день. Сейчас у нас раздано 20 уведомлений, поэтому первые 20 павильонов будем сносить ежедневно с понедельника по пятницу. Конечно, это проблема для города, потому что ни один практически из павильонов не имеет договора аренды земельного участка. Поэтому они стоят незаконно. У нас администрация города подготовила специальную площадку. Все эти павильоны будут вывозиться на эту специальную охраняемую площадку. Наталья Комарова прокомментировала вопрос югорчанки, который был задан президенту России во время прямой линии с Владимиром Путиным. Напомню, Энджи Барсукова из Нягани пожаловалась главе государства на то, что живет в Балке уже 30 лет и ждет не дождется момента, когда ее семью переселят в капитальную квартиру. Наталья Комарова сообщила, что такие строения много лет не признавались жилыми помещениями, а поэтому они не попадали под действия программ расселения. Но уже с 2012 года в ХМАУ работает региональная программа, которая как раз рассчитана на людей, которые живут в Балках. За пять лет болочные массивы были полностью ликвидированы в Радужном, Покачах, Югорске, Нижневартовском районе. От всего количества болков, включенных в перечень таких строений, ликвидировано. Из него переселено людей из 43,2%. Вместе с этим Балки все еще остаются в 11 муниципалитетах Югры. Пожалуй, одним из самых сложных муниципалитетов в Югре, который страдает от ветхого и аварийного жилья, является Сургутский район. Самое неблагополучное его поселение, по словам главы Андрея Трубецкого, поселок Солнечный. Однако в соседнем с ним Барсово ситуация не легче. Программа по переселению в нем сегодня не исполняется, потому как в поселке нет ни одного нового капитального дома. Просто негде покупать квартиры для людей. Дарья Давыдова продолжит тему. Вот эта вот вода, она вся льется на крышу. Здесь вот, в свете, в воде. Собираем, выливаем. Дождливая погода для Надежды Крыгиной – настоящий стресс. Ее вместе с семьей переселили во Времянку на Восточный в Барсово после пожара в 2013 году. Дому, где сегодня выживает семья Крыгиных, 33 года. Проводки, по словам Надежды, столько же. И именно состояние электрических проводов вкупе с дождем с потолка пугают ее больше всего. Еще немножко дойдет до электричества и будет пожар. Но наши администрации, они, понимаете, они не живут в таких условиях. Они спокойно. И до них достучаться просто нереально. Спать в окружении ведер и тазиков Крыгины привыкли. Как, пожалуй, и к грибку, и к плесени, которые просто не могли не завестись в таких условиях. От сырости в доме ввалился гипсокартон. Надежда рассказала, что обращалась в администрацию с просьбой отремонтировать крышу. Лучше не стало. На ваше обращение сообщаем, что специалистами ОПЖС-1 были выполнены работы по текущему ремонту кровли. Что подтверждается актом выполненных работ от 10-го, 6-го, 16-го года за вашей подписью. Дополнительно сообщаем, что косметический ремонт потолков квартиры, согласно договору социального найма жилья, квартира-своемщик, обязан производить за счет собственных средств. Это называется косметический ремонт, я должна делать. Это что такое? В администрации Барсова сообщили, что действительно, дом Надежды Крыгиной ремонтировали трижды. Правда, ремонт делали минимальный. Есть и хорошая новость. Очередные работы по крыше на Восточной запланированы на ближайшее время. В этом году за счет средств, субсидий, которые нам выделила администрация Сургутского района, будет произведен ремонт кровли. Мы заключили соглашение с управляющей компанией. В рамках этого соглашения до конца лета все дома, которые включены в программу, будут отремонтированы. Надежда Крыгина, как и многие другие жители поселка, стоит в очереди в программе переселения. Всего сегодня в Барсово насчитывается 158 зданий, которые признаны непригодными для проживания. Только вот когда люди получат капитальные квартиры – большой вопрос. Для того, чтобы исполнить эту программу, в Барсово должны существовать уже построенные дома, где можно было бы выкупить квартиры для реализации этой программы. Так как сейчас нет такой возможности, вы сами видите, в Барсово нет капитальных домов, только построенных. Поэтому пока программа в части Барсова не выполняется. В администрации Барсово также сообщили, что земельные участки под строительством многоквартирных домов выделены. В этом году также решится вопрос с водочистными сооружениями, чтобы обеспечить здание коммуникациями. Так что теперь темпы переселения людей, сноса ветхого и аварийного жилья здесь будут зависеть от застройщиков. Указать место, где спрятан тайник с наркотиками, установить, в какой сумке лежит оружие и определить, куда ушел человек, совершивший кражу. Это и многое другое должна уметь служебная собака. В Сургуте прошел конкурс кинологов окружного управления МВД. Лучшие из лучших отбирались на всероссийские соревнования. Светлана Стебенькова расскажет подробнее. В Сургуте завершились окружные соревнования кинологов. Со всей югры в наш город приехали 15 специалистов. У каждой собаки свой профиль. Поэтому конкурсантов и разделили на категории. Обнаружение взрывчатых веществ, поиск наркотиков и общерозыскное дело. По итогам наших соревнований мы отбираем лучших кандидатов, лучших кинологов, которые заняли наиболее высшие баллы в своих направлениях. И готовим для участия во всероссийских соревнованиях. За три соревновательных дня полицейские и их собаки отработали обыск местности, поиск взрывчатых и наркотических веществ в автомобиле и в помещении. Розыск украденных, по легенде, вещей сдали кросс. Также оценивалось общее послушание собак. Так, все, давай. Не отвлекай, звоните. Можешь команду ищи в другую сторону посадить. А, знаю, все. А то ты чувствуешь... Вот. Что касается деталей конкурса, то организаторы отмечают, что в соревнованиях не используются натуральные вещества. Их заменяют имитаторами запаха. Часть служебных собак обучается на нашей базе. Часть служебных собак проходит вместе с кинологом, вместе с кинологом проходит подготовку кинологическую в школах МВД России. На сегодняшний день у нас их три. Это Ростовская школа служебного собаководства, Уфимская школа и филиал Ростовской школы, город Егорыск, Московская область. Обслуживали соревнования квалифицированные судьи, персонал ветеринарной службы и добровольцы. Значение кинолога в структуре современной полиции переоценить очень сложно. Нам поэтому такие конкурсы нужны и необходимы. Собака несет очень высокую ответственность, спасает десятки жизней, грубо говоря. Особенно в последние годы это все участилось. Очень важно все стало именно по поиску взрывчатых веществ. Все питомцы практически члены семьи каждого из кинологов. Только так между сотрудником полиции и собакой устанавливаются доверительные отношения и появляется сплоченная команда. В окружных соревнованиях победили сургутские специалисты. Наши кинологи взяли первые места во всех трех соревновательных профилях и выиграли общекомандный зачет. Светлана Степенькова, Анастасия Семилетко, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Грязи не боятся. Экстремальный забег территории осильных для самых смелых и выносливых прошел в Нефтьюганске. Более полусотни команд со всей Югры преодолели около 30 испытаний. Один день площадка старого аэропорта превратилась в полосу препятствий с водным рвом, лабиринтом и глиняными горами. Наша съемочная группа побывала на месте событий. В старый аэропорт Нефтьюганска приехали более 500 югорчан. Они осмелились преодолеть масштабную полосу препятствий под названием территория сильных. Это территория сильных волей людей. Подготовка спортсмена сегодня занимает недалеко не первое место. Главное решиться, бросить себе вызов и постараться достичь поставленной цели на финише. Здесь любители экстрима из Кантамансийска, Нижневартовска, Советского, Покачи и других городов Хмау. Всего 66 команд, 24 из них из Сургута. Самых лучших, самых крутых, самых сильных. Город Сургут, мы все знаем друг друга, сплоченная команда. В каждой команде по 5-6 человек и минимум 2 девушки. Для участников подготовили трассу длиной в 7 километров из 28 препятствий. Команды покоряли глиняную гору, вертикальную сетку, преодолевали трехметровый бастион. Самое важное – поддержка. Проходить испытания в одиночку без подстраховки не только сложно, но и опасно. Поэтому на трассе за любителями экстрима присматривали бригады скорой помощи и спецназ. Практически каждое соревнование все равно кто-то с травмой остается. Это просто спешка. Сами видели, сколько там народу было. Все друг друга подгоняли. Для непоготоленого он практически невозможен. Уже на данном этапе неподготовленный человек сюда не зайдет. Одно из самых сложных испытаний – это стена из шин. Высота ее 4 метра, ширина около 7. Многие участники подготовились, надев перчатки, но главным было не сорваться с высоты. Сразу за вертикалью сеновал. Пересечь эту вязкую перину оказалось не так-то просто. Трехметровый сток сена – это только треть испытания. Впереди 2 километра у участников. Но на фоне общей усталости даже такое испытание кажется уже невыносимо. Тяжело. Еще одна проверка на смелость – водяной ров. И уже тут не каждый готов с головой окнуться в мутную воду. Финишировали югорские экстремалы грязными, мокрыми, изнеможденными, но довольными. На лице каждого участника читалось удовольствие от победы над собой. Замечательно все прошло. Мы выжили. Ребята сзади помогают? Да, всем помогают, кто отстает. Мы добровольцы. Было все клево. Первой пришла к финалу команда «Победа одна на всех» из Ханты-Массийска. Ребята являются двукратными победителями территории сильных. Помимо прекрасной физической подготовки, они тактически грамотно подошли к испытаниям. У нас была тактика сразу же вырваться вперед, проще проходить препятствия, потому что все чистенько и эмоционально тоже легче. Вы определили, что один мальчик с одной девочкой впереди бегает? Да, главное было, чтобы еще ребята помогали девчонкам, как физически, так и психологически. Первые три команды участников разделили между собой 100 тысяч рублей. А каждого, кто рискнул бросить себе вызов, в награду после завершения забега освежили под прохладным душем. Виктория Дрягина, Алиса Анисимова, Карина Сабирова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Новые возможности для работы с особенными детьми. В реабилитационном центре «Добрый волшебник» благодаря помощи неравнодушных людей появилась комната для работы с аутистами. Специалисты оценили возможности комплекса и заявили, что при помощи данной установки можно работать с разными ребятами, применяя те или иные методики. Екатерина Любешева и Денис Зонов побывали в учреждении на дне открытых дверей, чтобы посмотреть и показать, как проходят занятия. Несмотря на то, что чудо-комната здесь появилась на днях, любознательный Саша сразу же изучил каждый ее уголок. Любимое место – гамак, в котором можно спрятаться от всего мира. Таким детям, как Александр, свойственно подобное поведение. Но мальчик чуть активнее своих соседей по группе. Уже привык к психологу и смело отправляется с ней на индивидуальные занятия. Данная комната предназначена для сенсорной интеграции детей с многочисленным спектром расстройств. Это детки с аутизмом, с умственной отсталостью, детки с ДЦП с легкой формой, также детки с СДВГ, с гиперактивностью, задержкой психоречивого развития, с речевыми нарушениями. Здесь развивается все, то есть это и внимание, и мышление, и память. То есть детки начинают чувствовать себя в окружающем мире совершенно спокойно. Кроме того, на специальных платформах и качающихся бревнах развивается крупная и мелкая моторика, вестибулярный аппарат, улучшается общее состояние. Саша не говорит. О том, что у него хорошее настроение, специалист узнает по восторженным возгласам. Мальчик иногда даже смеется. Это редкость и бальзам на душу и педагогам, и родителям. Если ребенок вам дает руку, то это уже определенный уровень доверия. С аутизмом, конечно, было сложнее, потому что детки такие, они прям особенные. И это было как... Я просто приходила и вот просто на них смотрела. Потом они начали ко мне подходить, давать игрушки, давать какие-то определенные знаки внимания. И сейчас я совершенно спокойно могу взять любого ребенка без криков, без всего и заниматься. Дети с аутизмом редко взаимодействуют с другими людьми. Высшей степенью доверия считается, когда ученик позволяет взрослому залезть с ним в один мешок. Задача добрых волшебников не только работать с ребенком в учреждении, но и научить родителей правильно взаимодействовать с детьми дома. В этом году мы активно стали развивать направление по социально-бытовой реабилитации детей-подростков. У нас целый блок в нашем здании отдан именно под развивающую среду детей данной категории. Тем более в рамках реализации концепции для детей с расстройственно-технического спектра и ментальными нарушениями основное направление дается как раз-таки социально-бытовой реабилитации, интеграции в общество, чтобы дети могли себя обслуживать, могли ориентироваться в быту. Дни открытых дверей в учреждении проходят централизованно раз в квартал. Но если кто-то попросит об экскурсии в неурочное время, не откажут. Впечатления однозначно положительные. Это так здорово, когда двери учреждения открываются, они выстраивают такой честный, открытый диалог и показывают, что они не стоят на месте, что они развиваются, какую работу нелегкую, непростую они делали. Я считаю, это очень правильно. Еще один подарок от спонсоров – настоящая теплица с рассадой. Теперь у воспитанников центра и посетителей лагеря с дневным пребыванием появился свой собственный крытый огород. Ухаживать за растениями, а ребята будут сами. Екатерина Любешева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. На эту минуту все. Вечером новостей будет больше. До встречи в эфире. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Включи «Лаврадио» твоей мечты. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет. Сургутторт.ру Весь июнь действует скидка 20% на заказные торты. Торты от компании «Вега». Это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66, дробь 2. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Только в эфире «ЛАВ-Радио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «ЛАВ-Радио». Здравствуйте! Информация о погоде на 20 июня. В студии Алина Белявская. В большей части Западной Сибири сказывается обширный циклонический вихрь, юго-западные течения которого доставляют в регион поля облачности, осадки различной интенсивности и атлантическое тепло с превышением климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно-небольшой дождь. Ветер южно четверти 5-10 метров в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 16, плюс 21. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» акция. С 19 по 25 июня ваш дисконт умножаем на 2. В течение дня солнечная активность умеренная, геомогитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 741 мм втутного столба. Активные товары для активных малышей. Горьки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в «Карапузе» на нефтьюганском шоссе 22-1. Активный отдых, спорт или дача. «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова